700 подростков станут участниками патриотического лагеря «Ратники Отечества» Бородино-2017. Открытие лагеря состоялось сегодня в селе Семеновское, а продлится он до 18 июня. На торжественной церемонии побывал Кирилл Абакумов. На Бородинском поле появляется вражеская кавалерия. Сегодня, как и 205 лет назад, в бою сойдутся русские солдаты и армия Наполеона. Должен отдаются отступать. По сценарию киросиры 5-го полка пытаются захватить орудия русских артиллеристов. Их лошади самые высокие в армии Наполеона, и только им под силу преодолеть расстояние до пушек, заваленное телами солдат. За реконструкцией исторических событий наблюдают сотни детей, для которых эти летние дни запомнятся суровыми полевыми условиями, военными играми и практически полным погружением в историю ратных подвигов русской армии. В этом году порядка 700 детей из 20 регионов России собрались на военно-патриотический слет «Ратники Отечества». И не случайно на протяжении уже трех лет, с 2015 года, на этой священной, святой земле, для всех россиян проводится вот такое серьезное мероприятие, слет наших будущих защитников Отечества. В лагере развернуты интерактивные площадки, где дети смогут изучить традиции и вооружение русской армии в разные исторические периоды. От монгольского нашествия до современных техник спецназа ВДВ. Организаторы уверены, патриотические чувства можно привить только одним способом, подробно рассказав, через какие испытания пришлось пройти нашим предкам, чтобы сохранить государство. Это конный доспех, шлем шатрового типа, пластинчатый доспех, юбка для защиты ног. Воин был вооружен мечом, щитом обычно круглым, топьем и маленьким топором. Конечно, очень активная программа. Это и 1812 год, это рейкрутская группа, кавалерия, артиллерия. У нас дети стреляют из пушек 1812 года. Значит, у нас спецназ нынешнего времени. Это высотная подготовка, это штурмовая подготовка. Все то, что очень нравится детям. Кроме исторической программы, в лагере работают мастер-классы. Слет продлится до 18 июня. За это время воспитанников, как мальчиков, так и девочек, научат фехтовать на мечах, бросать копья, стрелять из луков и с легкостью преодолевать тяготы полевой солдатской жизни. Кирилл Абакумов и Виктор Воронин. Новости 360. Кирилл Абакумов.